Доброе утро, красоточки! Сегодня снова вам план на день. Подумайте о том, как вы можете стать лучше, чем вы сами сегодня или вчера. То есть вы должны каждый день делать что-то, чтобы стать лучше, чем вы были вчера. Чуть больше времени уделить себе или ребенку, или мужу, или чуть побольше позаниматься. Что-то, чтобы похвалить себя или отдохнуть. Это же здорово тоже для себя, поэтому задания выполняем! Ну и приступаем к влогу! Ну а теперь давайте ударим по релаксу, потому что мы ездили на дачу. Как вы знаете, это мое место силы. И просто хочу с вами этим поделиться. О, Тимка приехал на дачу и сразу на свой любимый комплекс, да? Качаться? Ну-ка! Молодец! Смотрите, все уже. Опали листики. Деревья уже голые стоят. Кто довольный? Декстер? 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 Нет, меня тоже не Декстер. Тебя снимаю, не Декстера. Я еще доволен. Ну-ка, ура! Вот только доволен. Да. Вот это да! Как круто, что ты доволен! Столько я доволен. Класс! Сколько тут будем? Ну-ка. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! В этом году хотели ездить сюда каждый выходные, но надо работать, поэтому мы в следующий раз сюда уже не скоро приедем. Я без макияжа, без укладки, по-моему, вообще что-то даже не расчесывалось, в общем. На целый день приехали отдыхать на дачу, такой кайф! А, завтра с утра я здесь обязательно побегаю, посмотрю огород, буду убирать весь дом. Хот-вилсы твои здесь, да, куча игрушек. Это хот-вилс и стеклука. Да. Последний раз мы здесь были на Тимкином, после Тимкиного дня рождения. Вот игрушки в конце сентября. Сейчас начало ноября. Декстер, самый довольный? Тимка, самый довольный? Мама, самая довольная? Я все просто довольна. Вот наши полочки надо разобрать, все вот это надо помыть. Сейчас на даче без воды, но без такой канализации, которая проведена в дом, потому что, ну, холодно ночью и отключают эту канализацию. У нас трубы лежат очень близко к земле, поэтому они могут замерзнуть и как бы полопаться, растрескаться, в общем, это нехорошо. Поэтому пользуемся водой из колодца. Это, конечно, немножечко затруднительно, поэтому мы тут не живем там по 2-3 недели. Вот, приезжаем там на 2-3 дня, что вполне нормально. Посуду моем, знаете, из такого умывальника. Ну, я это не показывала, потому что, ну, кому интересно смотреть на умывальник, честно. Ну, в общем, рассказываю, да, что у нас сейчас вода, вот она такая колодезная, которую набираешь, ведерочки, черпачки. Вот, и так, и вот и живем. Зимой у нас прям дача-дача, если летом у нас полный с обычной канализацией и так далее. А отопление у нас вот такое работает на электричестве, если что, у нас есть генератор в сараю. Ох, ты кто, Доктор Стрэндж? Нет, Доктор Стрэндж я уехал. Мы перебираем нашу лазилку. Ее можно собирать разными комплектациями. Сейчас вот придумаем, как мы ее собирать будем. По-новому, да, Тима? Да. Ну что, комплекс наш готов, и я его думаю перевернуть. Так, ты садишься туда и качаешься в эту сторону. Значит, мы вот так перевернем. Попробуй покачаться, Тима, чтобы я посмотрела, хватает тебе тут вместо качаться. Ну-ка, давай. О, отлично. Супер. Так, мы собрали вот в такой модификации. Для первого раза, скажем так. Надоест, можем собрать в другой модификации. Да, Тимка? Отлично? Да, чтобы зимой ты тоже мог лазить, кататься, бегать. Тут? Да, здесь можешь лазить. Пока лето будет. Да, лето мы опять на улицу поставим. Просто на улице холодно же, поэтому лазить. А здесь ты и босиком можешь, и когда проснулся, полазить, с зарядкой заняться. Покувыркаться, покачаться, покачаться дома, да? Здорово? Да. Даже мультики можешь смотреть на этой штучке. Да. Классно, Тимка. Супер. Это мы называем лазилкой, а правильно это называется ранний старт-комплекс. И у нас комплектация люкс. И у нас... Ой, сам включил. Молодец. И у нас в комплектации качели, кольца и горка. Ну ты кайфушник, вообще. Ох, если бы у тебя была своя комната в Москве, мы бы, конечно, туда поставили такую штуку. У нас уже ночь. Я проспала до половины шестого. Тимка до пяти. Вот что значит свежий воздух. Да, Дэкстер, Юниша? Ой, Тимка как танцует, классно. Вау. Ну а танец с пальцами. Вау, вау. Тш, тыш. Оу, вау. Пам-пам-пам-пам-пам. У нас вот картошечка, грибочки специально для меня, кукуруза. Тимки, рыбка. Вот такая красота. Смотрите, как Дэкстер просится. Вот тебе мало шестисоток, да, Дэкстер? Свобода попугая. Да, Дэкстер? Договорились? Договорились. Ой, Тимка сам качается, молодец. Причем у них... Да ты что, молодец. Смотрите, как классно. Я прям кайфую. И так, все вы знаете, что я худею. И пока сдвиги нулевые. И так, тема похудения у меня продолжается вверх. У меня, видите, очень красиво. У меня вот так вот даже все, ребра видны. А низ как бы там запасает, видимо, на зиму. Ну, в общем, не все так радужно, но худея к Новому году. Время еще есть. Я сама разбираюсь в теме питания. Постоянно что-то новое узнаю. И для вас тоже с новостью. Все, как вы любите. Бесплатно, полезно и с большими возможностями. Я вас приглашаю посетить бесплатно вебинар от школа диетологов.рф. Там есть два вебинара. Один, как стать диетологом и зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц. И второй вебинар, как похудеть на 10 килограмм и стать диетологом для своей семьи и близких. Итак, вебинар будет вести Ксения Пустовая. Она сертифицированный спортивный диетолог. И говорит о том, что питание очень важно. Похудение мы с вами и так это знаем. И чтобы не потеряться в куче информации в интернете, чтобы не тратить постоянные деньги на диетологов, и чтобы наконец-то добиться желаемого результата для себя, вы можете прослушать вебинар. И плюс, еще и зарабатывать на своих знаниях потом. И после прошлого моего видео очень много есть откликов о том, что кто-то ищет свою профессию, не знает чем заниматься. И может быть диетология это именно ваше. Поэтому Ксения расскажет не только о самой диетологии, но и как еще на этом зарабатывать. Общие сплошные плюсы. Вебинар бесплатный. От крутого профессионала вы получите знания, и возможно еще и будущую профессию. Но как минимум вы сможете грамотно составить самим себе план питания, или своим близким, может быть кому-то из ваших друзей, или родных надо похудеть. Ну я как стройнеющая считаю, что я обязана это пройти. Может быть кто-то будет со мной. Если будет, ссылку я оставлю внизу. И при регистрации на ближайший вебинар вы получите еще подборку из 10 приложений для коррекции веса, что очень круто. Я хотела показать свои джинсы. Вот пока я не начинала бегать, они вот здесь вот так вот немножечко, знаете, пережимали. А сейчас, несмотря на то, что вес такой же, у меня вот здесь подтянулось, и очень круто смотрятся штанишки. Мне, по крайней мере, очень нравится. Я еще попу качаю. Ну и животик я убрала, конечно, массажем. Что за массаж? Смотрите на канале 3Moms. Просто на глазах результат был. Он поднял мне органы, которые у меня опустились после рождения ребенка. И из-за этого вот здесь вот такой, я даже надуть не могу. Вот здесь, знаете, вот такой вот животик был, который не втянешь даже по сути. То есть сейчас у меня тоже есть, но здесь даже больше из-за молнии. Но тут у меня прям был, знаете, вот как попа. Здесь вот такой же животик был, несмотря на то, что жира, знаете, осталось только же. Поэтому работаем дальше. Я прям хочу вот такой вот плоский-плоский живот. Но мне сейчас пока так даже неприятно напрягать. Будем работать вот над этой частью. Самое проблемное. Так, мы поиграли, позанимались. Ужин, салат. Мужу паста с овощными соусами. Я просто здесь размешала. У меня чуть миски все закончились. У Тимки делаю крышку и цветную капусту. И тоже салат будет. А мы с вами будем готовить чипсы из кейла. Это мега популярный рецепт в Штатах. Везде, где популярен, знают, что такое кейл. Это вообще капуста. У меня она растет на даче. Но сейчас ее можно купить в больших гипермаркетах. Она невероятно полезная. И чипсы из нее, соответственно, тоже полезные. Можно сделать их вкусными. В общем, мы моем, сушим и разрываем кейл на мелкие вот такие лепесточки. Дальше мы добавляем масло. Это же можно делать из мороженого кейла. Хорошо промазываем все листочки. Добавляем соль и любые специи. Я люблю, конечно, дезактивированные дрожжи. Но в этот раз пробую только с солью. Равномерно распределяем по противню, чтобы был только один слой. Чтобы они друг на друга не залезали. И ставим на 135 градусов в духовку с верхним и нижним подогревом. И сушим где-то 10-15 минут до хруста. Получается очень-очень вкусно. Мы опять играемся с пенкой. Заметки домохозяйки. Тимка лежит в кровати, слушает сказку. А я, хоть я сегодня пылесосила и мыла полы, я все равно шваброй с насадкой просто для сухой уборки все это подметаю. Вместо щетки вот так вот работает. И вот такой вот основной пыль, знаете, на заднем все равно что-то раскитывается. Субтитры сделал DimaTorzok